Ребят, прежде чем мы начнем, я хочу вам посоветовать один проект, о котором вы наверняка слышали. И он вам может быть очень полезен. Это агрегатор новых автомобилей автоспот.ру Это бесплатная база авто в наличии только у официальных дилеров. На одном сайте собраны все предложения на новые автомобили в Питере, в Москве, а теперь еще и в Сочи. Сейчас на сайте более 290 официальных дилеров. Сайт бесплатный и помощь поддержки тоже бесплатная. Автоспот служит как база, на которой можно увидеть все предложения на новые автомобили, на которой можно увидеть все реальные цены на тачки уже со скидками и со спецпредложениями. Естественно, все это очень экономит время. Нашел машину, пообщался с клиентской поддержкой, вам позвонили дилеры по запросу, и вы уже едете в салон, где была лучшая для вас цена и нужный вам автомобиль. Пользуйтесь проверенными компаниями и не дайте себя обмануть. Конечно же, стилочка на автоспот будет в описании. А также у ребят есть свой канал на ютюбе Автоспот ТВ, где двое ведущих, Настя и Дима, с разными точками зрения тестируют новые автомобили. Заходите и оценивайте канал, стилочки тоже будут в описании. Спасибо, что прослушали эту полезную информацию, и мы начинаем серию. Сейчас пришел тот момент, когда можно наконец-то подснять обзор на этого марка. Смотрите, тут группа поддержки, они сказали, что будут смотреть, как я снимаю. Так вот, как раз тут тишина, поэтому расскажу вам буквально пару слов про него, расскажу про его спеки. А вообще, что это за машина? Это 81 Mark II, кузов GZX81 называется, 89-го года мне подсказали он. То есть довольно старая машина, я не знаю насчет того, что он как гнилой он или нет, это неизвестно. Он гнилой, не знаете? Нет. Немножко. Ну, для этой машины немножко гнилым быть, это нормально. Кстати, он продавался у нас в Питере, я помню, он висел 450 тысяч, я не знаю, за сколько его Тимон в итоге взял. Он, получается, был полностью стоковый на 154-й коробке и на стоковом 2JZ GTE. Я, если честно, присматривался к нему, но у меня совсем был другой бюджет, на Лавру у меня был бюджет максимум 300 тысяч, поэтому эта машина была не в бюджете. Плюс она была, считайте, ну, стоковая. Конечно, большой плюс, что тут 2JZ и 154-я коробка. Ну и, конечно же, славится он тем, что он дрифт-такси. То, что там 4 ковша, это, наверное, впервые в России сделано. Я не знаю, может быть, кто-то, конечно, на Дальнем Востоке делал. Я еще на Лавре не успел это сделать. Но тут довольно неплохо это все реализовано. Здесь, значит, варной каркас, но, я так понимаю, это не по каким-то там спецификациям, приложениям. Это просто каркас, чтобы улучшить жесткость кузова и, соответственно, чтобы, может, там ремни держать и так далее. Здесь вверху такая паутина и, соответственно, здесь. Я бы хотел такой, конечно, аккуратный каркас в Лавре себе, но делать этого не буду, потому что варка каркаса – это, в любом случае, 50 плюс тысяч. Это, если даже хорошо договоришься. А так каркас где-то стоит около сотки. Вот они, 4 ковша, очень похожие на оригинальные ковши. Я думаю, вряд ли это китайские. Это оригинальные ковши? Амалогированные. Ремни тоже оригинальные, сзади ремни тоже установлены. Зацените, как реализовано крепление задних ремней. То есть, идет вот такая дуга от каркаса, и на них она уже держится. Также я вижу внизу, смотрите, болты. Возможно, изначально задумывали туда подкреплять ремни. И, соответственно, задние ковши вот так вот приделаны. Я не знаю, много ли тут вырезано пола, так не особо заметно. Здесь вот сделаны крепления, получается, ковшей. Вот так вот. И сзади тоже идет такая дуга, и на ней держатся ремни. Все обшивки сохранены. То есть, в этом плане тут все очень аккуратненько сделано. Можно сказать, даже по стритовому. Сегодня целый день катал здесь народ, и ни разу не катался сзади. И, соответственно, даже не сидел сзади. Место тут довольно неплохо. Прям бизнес-седан такой, знаете. Коленка места хватает. Ковш, наверное, размера где-то М. Но и не очень широкий. Понял по сегодняшнему дню, что сзади очень круто чувствуется дрифт. Кстати, назад билеты стоят дешевле, чем вперед. Мне кажется, сзади они должны стоить дороже, потому что реально сзади еще круче чувствуется. Какие-нибудь вы летите, тут окно открытое такое, вау. Особенно если ехать очень близко блоком попой, то вообще ощущения просто неповторимые. Я сегодня очень экономно катал. Мне Тимон сказал, Серега, экономи резину. Посчитал, где-то сжег, наверное, комплекта три или четыре триангла. А перекатал народу. Если так по людям считать, то там было точно больше... Сколько у меня заходов? Один заезд, это три человека. Я сегодня перекатал где-то 60 человек. 60 человек получило просто куча кайфа от дрифта. Конечно же, на парковке некоторые такие говорили, так а что мы на трассу-то не едем? Но я говорил, до трассы этой машине еще пока далеко. Ее надо еще доподготовить. Как минимум поставить ручничок. И немножко, мне кажется, надо сделать жестче подвеску. Потому что, когда сидит сзади народ, реально чувствуется так, что ей нужна жесткость. Я даже подумал, что давайте подкачаем еще колеса. Они, оказывается, уже накачаны были три баром. Катал я вообще до последнего, пока не взорвутся колеса. Чтобы максимально эффективно. Если так подумать, то на шинку пригоняют все колеса, знаете, подстертые. Как бы не совсем под ноль. Там немножко протектора видно и все. Мои колеса, да, пригонялись такие все. С торчащим кортом и так далее. Вот такие примерно у меня колеса были. К вечеру двигатель стал немножко подтраивать. Но пацаны его уже посмотрели. Все чинили и нашли подсос воздуха. Второй JZ. Подкапотка не сделана. То есть никакого тут клинлука, порядка нету ничего. Но вот он стоит и стоит. Все, в принципе, неплохо. Это радиатор GS. Сколько? Это, наверное, самый жирный, да, похож. Ну, вот так вот все по стоку сделано. Я не знаю, тут BoostUp сделан или сделан. Наверное, выхлоп стоит еще. Машина была серая, насколько я помню. И она перетянута в пленкой, да? Это пленка? Да. И на ней сделан дизайн. Делали ребята из... Как вы там правильно живете? Kaiju Studio. Kaiju Studio. Studio. Давай еще раз. Kaiju Studio. Очень сложное слово, чтобы я его выговорил. Но дизайн получился очень такой клевый. То есть он минимальный, ничего такого яркого. Но сразу видно, что это дрифт-такси. Ну, еще и написано дрифт-такси. И люди, конечно же, которые видят эту машину, такие сразу Вау-вау, что это? Дрифт-такси. Еще когда видят, что еще сзади сидит народ, спереди народ, так это вообще вызывает полный восторг. Ну, катаемся мы на 17-х колесах. Вот триангл 17-й, как я уже говорил. Расскажу вам про подвеску. Сейчас здесь подвеска стоит, получается, полностью от Silvia. На маркообразных, именно 80-81 кузов. Насколько я понимаю, там стоковая подвеска просто ужасная какая-то стоит. Она не похожа на марки в 100-м кузове, 90-м кузове. Я надеюсь, я все сейчас правильно говорю, потому что в марках я не очень шарю. Так вот, и на 81-х кузовах делают подвеску полностью от Silvia. То есть, не знаю, меняет ли расположение стойки сверху или нет. Здесь оно не поменено. Но ставят сливовую рейку, да? Нет, сейчас марки в марку. А, понятно. Ну, ставят, потому что считается не особо надежным. Короче, здесь пока стоковая рейка стоит. Давайте заглянем туда. Значит, стоят стойки Tane и рычаги N1. Даже оригинал, ничего себе. В общем, это полностью сливовый конфиг. И машина стала во много раз лучше рулиться, чем я ее тестил тогда на автодроме. Тогда на автодроме она вообще не ехала боком нормально. Ее разворачивала, руль закусывала. Сейчас тоже есть проблемы небольшие с подкусыванием руля. Я пока не понял из-за чего, потому что ничего не задевает, там, не теншин, ничего. Возможно, вообще она в бампер куда-нибудь упирается и так вот закусывает передние колеса. С этим попозже разберутся. Но в целом приятно рулиться, руль возвращается. Здесь еще развал, выставленный глазок, я так понял. Когда ее свозят на стенд и выставят уже нормальный развал, кастер одинаковый со всех сторон, там схождение, я думаю, она будет еще приятнее рулиться. А сейчас она свои задачи исполняет нормально. То есть восьмерочку на парковке она делает и на маленьких ходах, и на более-менее таких больших ходах. Народу нравится, это самое главное. Диски тут 17-е. Вот, я так понимаю, ее основные красивые диски. Это реплика BBS. Стоит тут такой очень агрессивный DuckTail. Я думаю, бампер задний тоже тюненный, ну и пороги тюненные. Нет, получается тут полный обвес, да. Если бы я разбирался в обвесах на марке, я бы, конечно же, сказал название, но я не знаю. Это Bigwin. Как? Bigwin. Bigwin. Обвес называется Bigwin. Помощь зала мне помогла. Салон, торпеда, все стоковое. Обшивки сохранены, где это возможно. То есть здесь, здесь, соответственно, не сохранить обшивку. Вот так вот аккуратно врезан каркас. Даже мафон есть. Центральная консоль с подлокотником тоже есть. Вот такой получился марк DriftTaxi. Я считаю, что сама идея и сам проект очень крутой, красивый и не как у всех. Реально, люди смотрят, люди интересуются. Это очень круто. Это второй день. Я сегодня мало снимал, потому что буквально чуть-чуть покатали по мокрой площадке. Прошел дождь, там везде лужи. Сейчас едем на парад участников. Участвовать в параде участников, это неплохо, я вам скажу. Интересно то, что красный горит. Че? Нет, нет. Маршал, он не только хочет уходить. На трассу выезжаем, дрифтить как будто. Да нет. Ну ладно. Значит, они отсюда ставятся и летят. Вот эта лютая дуга, которой всем сложно пройти. Вот здесь и вот отсюда получается. Вот туда. Мне кажется, я бы по мокренькому шпал как-нибудь. Ну да, по мокрому груду хорошо. Вот такая тут атмосфера именно стоять. Не в качестве там оператора, не в качестве зрителя. В качестве, ну почти участника, да? Понятно, что не про дрифтера. Народу сегодня поменьше чуть-чуть, потому что еще не все приехали. И, конечно же, пугает их погода. По полной идет парад участников. Парад участников это тот самый момент, когда все участники мероприятия выезжают вот сюда на трассу. И каждого представляют. Не знаю, меня представят или нет, потому что все-таки я не участник. Он на большом мониторе всех представляет. Вот так честь для меня. Люди даже кричали, слышала? Ну как будет участникам парада? Очень на самом деле круто. Так чувствуешь, как будто ты уже почти в РДС. Угадайте по принту, кто это. Меня назвали уже мешок с деньгами. Меня хотели подвесить и побить. Знаешь, там как игрушка, чтобы из нее что-то сыпалось. Прошла автограф-сессия. Дело, я скажу вам, нелегкое, потому что все люди хотят сфоткаться. Каждому надо уделить внимание. На каждого выделить время, да? А когда времени этого мало, не хочется никого обидеть. Но вроде все нормально. Практически со всеми сфоткался. Вон там мне ребята кричат. Вот негодники московские. Расписали мне всю тачку. Может быть из-за того, что я ее не помыл? Что ж с вами? Да еще и кто-то стер. Вот уже сразу народ собрался. Что, Стилов Дейли смотрите? Ой, 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 ой. Закипели мы чуть-чуть. Последние заезды не посмотрел на температуру. Видимо, она была большая. Я тут встретил Титикаву. Семенович, здравствуйте. Привет всем. Вот. Вторая партия уже идет. Просто удачная. Кипятстрит, как бы фулк родом. Я могу так сказать. Его носки заходят. Спасибо, спасибо. Давайте вам удачи. Спасибо. Что, все норм, пацаны? Как там, нормально? Подписчиков встретил. Расписались на кузове. И на футболочке Кипятстрит. Сейчас тоже распишусь. Моделист 90. Еще. Это уже традиция. На выездах, на любых машинах. Вот печеньку дали. Я тут катаю дрифт-такси вообще без остановки. Просто партия за партией. Мне все кажется, что Марк с каждым разом все хуже и хуже едет. Реально тяжелая артиллерия. Да. Мы тебе сейчас сантиметра резины снимем. У меня жопа обгоняет. Зачем-то? Куплю себе Марк обязательно. Готовы? Да. Круто. Ой, что классно. Свет, ты дымишься. О, меня по всему салону болтает. Круто. Сейчас будет страшно. Мамочка. О, боже. От полюки, как будто у меня во рту резина. Переместились на трибуны. Они вообще полные просто. Мы ели нашли место. Попробуем проанализировать. Теперь уже с относительно холодной головой. Ну, что же там? Смотрите, приехал мой подписчик. Леха, а ты откуда приехал? С Извинигорода здесь. Мне давно писал Серега, у меня есть генератор и... А, и насос ГУРа, да. На РБ-25 тебе надо? Я такой... Это еще в Питере было. Я такой, ну давай. Он такой, на РДС тебе притащу. И здесь он меня нашел днем. Такой, говорит, блин, у меня тут генератор твой лежит. Я такой, какой генератор? Потом вспомнил, на РБ запасной точно. В итоге я взял и забыл, потому что у меня целый день дрифт-такси измени. Ну, конечно, такая заморочка. Человек сам его сейчас отнес в бокс. Сейчас пойду, обязательно его заберу. Сейчас сразу в Лексус переложу и все. Потому что я сказал, там ребята сидели, я говорю, заберите, положите. Они так на меня посмотрели, удивлены, что потому что это принес. Спасибо тебе. Все. Тебе спасибо, Серега. Оказывается, есть еще одни пассажиры дрифт-такси, которых надо прокатить. Субтитры сделал DimaTorzok. Тут вот на небольшой такой выставке стоит этот Соро. Шикарный просто. Расширение на полках с каркасом розового цвета. Очень классная машина, я заценил прям. Вот и закончился первый этап РДС. Тут уже такая ночная парковка. Она, кстати, здесь красиво очень подсвечена прожекторами. Все собираются, собирают свои технички. Это, конечно, топчик. Вот так выглядит ночной техпарк. Все собираются, все загружаются. Сказать по правде, сейчас вот такая одна из самых тоже крутых атмосфер, потому что все уже на расслабоне. Все эмоции прошли, сейчас все спокойно уже собираются. Можно уже поболтать даже с кем-то, потому что все на расслабоне. И уже много народу тоже нету, все разошлись, зрители. Какие дела? Не, вообще классно, что я побывал тут. Мне прям очень понравилось и зашло. Я вернулся с Москвы. Лексус вообще красиво себя показал. Очень комфортно доехали, без всяких проблем. За эти выходные, получается, намотали туда и обратно. И там передвижение получилось 1700 километров. Теперь его осталось обслужить. Вот поменять как раз сальники распредвала. И, в принципе, все с ним будет нормально. А я сразу примчал в гараж распаковать посылочку, которая только что в транспортной мне пришла. Кто догадывается, что это? Все очень грамотно упаковано. Я надеюсь, что всем так упаковывают посылки, а не только когда их именно мне присылают. Итак, вот что мы имеем. Написал мне две недели назад Никита из Красноярска. У него там есть свой магазин. Он называется Easy Tuning. Они занимаются привозом японских рулей, бэушных. Есть, по-моему, и новые. Также всяким китайским тюнингом небольшим. И он мне такой пишет. Серега, у тебя я видел китайский руль на лавре. И также тебе не хватает, по-моему, ремней на лавр, потому что у тебя появились ковши. Я такой, ну да, типа... Он такой, давай подержу тебя рулем оригинальным японским и ремнями. Я такой, ну, конечно, давай, вообще без проблем. Вот посылка пришла. Смотрите, японская газета. Рубрика обзор тюняшек. Вот что мне пришло. Это оригинальный руль Spark, трехспицевый с вылетом. Как вы поняли, он немного БУ. Но с виду он в очень хорошем состоянии. Оригинальный главное. Немного потерты тут буквы Spark, но кожа хорошо сохранилась. Спасибо, я думаю, он очень будет меня радовать на лавре. И вот такое комбо из ремней Sabelt. На вид, причем, они реально одинаковые. Но вот это ремни китайские новые. А это ремни оригинальные, немного БУ. Застежка у них такая. Я называю это стритовая застежка. И у китайских тоже такая же застежка. Вот так она выглядит. Мне как раз в лавре не хватало ремней. Я когда открыл их группу ВКонтакте, так посмотрел. В основном ребята реально занимаются рулями. Поэтому кому нужен оригинальный руль по небольшой цене, заходите. Ссылочки, естественно, в описании все оставил. Спасибо за подгоны. Такие подгоны всегда в тему. И я думаю, на лавра все встанет просто идеально. Добавлю еще пару слов про мою поездку на РДС. В целом мне все очень понравилось. Как я уже говорил, что мероприятие просто офигеть какого масштаба. Настоящий продрифт, настоящие большие скорости, мощные тачки, дорогие тачки. Вся атмосфера, конечно, на такой большой трассе очень чувствуется. Это ни в коем случае не реклама там РДС и ничего. Это чисто мои впечатления. Я думаю, любой человек, хоть как-то себя, который относит к дрифту или к зимнему дрифту, неважно вообще к какому вообще дрифту, про дрифту, там уличному, все равно хочет когда-нибудь увидеть настоящее соревнование, настоящий уровень и реально мощные заезды. Поэтому мероприятию я ставлю жирный лайк и всем вообще рекомендую хоть раз, но побывать там. Сразу отвечу на вопрос, который уже стал очень популярным. Сколько я заработал на дрифт такси, катая весь все это количество народу? Я перекатал, сейчас скажу, за два дня где-то около 120 точно человек я перекатал, возможно даже больше. И ответ очень прост. Я ничего не заработал вообще там, потому что изначальные организаторы меня звали. Серега, приезжай, мы тебе оплатим проживание с твоей женой и просто получишь опыта. И я подумал, да почему бы нет, тем более это РДС, это какое-никакое на участие в РДС. И для меня всегда это запах. И деньги даже не думал брать там с них. Хотя я работал, я скажу вам, там реально вот только так. Ксюша там сидела, скучала, потому что я постоянно туда-сюда ездил. И даже было пару моментов, когда я думал, все, я уже больше реально не могу. Потому что когда вы без остановки катаетесь, вы реально устаете. Правда эта усталость где-то через час проходит, конкретно у меня. И мне снова хочется дрифтить, поэтому я в этом плане очень такой энергичный человек в плане дрифта. Что касается ценников, которые были там на такси, задние места стоили 3000 рублей, ну по 3000. Передние стоило 5. Причем очередь была постоянно, запись была полная. И даже был народ, которому пришлось, видимо, возвращать деньги, потому что пару раз там машина ломалась. Пару раз я уже реально не мог или я уходил на обед. Ну очередь была. И поэтому для Москвы, я считаю, это ценники вообще, видимо, в целом очень адекватные. Потому что должна быть еще амортизация автомобиля. Марку досталась очень крепкая, я вам скажу, реально крепкая досталась. Целый день крутится там на парковке. Как только температура поднимается, естественно, я сразу это вижу. Ну кроме одного раза. И, соответственно, отдыхает машина сразу. Но все равно, как бы, амортизация в этих деньгах должна быть. Плюс амортизация, естественно, покрышек. Покрышки, конечно, экономил, но все равно новые покрышки, они стирались, мы их меняли. Ну и плюс, конечно, это мероприятие РДС, большой уровень. Поэтому я считаю, с ценником организаторы точно не прогадали. Видимо, именно так должно стоить дрифт такси. Кто по-настоящему хочет на нем прокатиться, испытать какие-то новые ощущения, тот как бы платит деньги, ну и катается. Еще за два дня бензина была сожена, наверное, баков 4 точно, а то и 5 баков было сожено. И я просто не могу вам рассказать то, что я из-за того, что реально там постоянно катался, я успел посмотреть чуть-чуть квалификации и чуть-чуть парных заездов. Все остальное время я был только в дрифт такси или в этой всей движухе. И, к сожалению, не успел нормально погулять ни по техпарку, не успел подснять обзоры ни на кабину тачку. И самое главное, вообще самое главное, я не успел подойти к тачке Дайго Сайта. Я просто ехал туда и мечтал к ней подойти. Она была через бокс от нас. И, представляете, я реально к ней не подошел из-за того, что то я был дико занят, а ну, дрифт такси, то, соответственно, у Дайго Сайта там была куча народу, не только зрителей, но и, соответственно, организаторы. Они что же там около него, потому что он приглашен на гости, то их бокс был закрыт, потому что, ну, все его отвлекают. Естественно, ему надо там и чинить машину. То есть я такой человек, который не может, там, если машина вся разобрана, и там куча механов, я не могу подойти и сказать, идите все это, я буду снимать обзор или там пообщаться с Дайго Сайта. Видно, что человек замученный уже всем этим общением. Поэтому в то время, когда я хотел к нему подойти, когда я подбирался к тачке, было или занято другими людьми, или какие-то фотосессии, или какие-то ремонты, или машина на трассе катает. Поэтому, к сожалению, не получилось к ней подойти, не получилось снять полноценный обзор, хотя бы просто какие-то элементы посмотреть. Я надеюсь, что еще эту машину увижу, и обязательно обзор для вас сниму. Ну и, соответственно, всех остальных участников РДСа хотел посмотреть на их машины вживую, хотел поближе просмотреть, что как там сделано. И тоже из-за своей работы дрифт-таксиста, соответственно, из-за того, что ребята тоже там иногда закрывали свои как бы закрытые парки, и только сами там тусили, не смог к ним подойти. В плане того, насколько я погулял по РДСу и посмотрел что-то новое, что хотел посмотреть, конечно, тут есть некие минусы, да, в этой работе дрифт-таксиста, потому что ты только или на площадке, или как бы в этом боксе сидишь, принимаешь людей. Короче, такая вот история. Всем спасибо, что смотрели. Ставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. И ждите новых видосов. Стилов Дели будет только продолжаться, и все будет круче и круче. До встречи в следующей серии. С вами был Серега Стилов. Всем пока!